Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Быстрое включение по рынку. Ну, что хочется сказать. Dash USD оттолкнулся от нижней границы нашего многолетнего канала накопления. Если вы посмотрите, канал валидный еще с 2014 года. И когда мы из него выходили наверх, мы видели очень хороший bullrun. Потом, конечно же, был очень длинный медвежий рынок. И вот мы снова в канале, накапливаемся, накапливаемся. Ложно выходили в этом году наверх, вернулись на ретест. И сейчас вроде как готовы пробивать. То есть, грубо говоря, мы сейчас где-то здесь, по аналогии. Так что не вижу причин паниковать. Как, собственно, не вижу и причин паниковать по биткоину. Потому что, смотрите, на недельном таймфрейме тут даже никаких коррекций нет. Которые мы видели с вами буквально вчера, по-моему, да, это было. Я немного выпал, потому что был занят очень сильно. Вот, смотрите, вот такая вот была тень. И, конечно же, это ликвидация маржинальных лонгистов перед полетом. Перед походом на Луну, как всегда, у нас будут вот такие вот сквизы. И вот такие вот сквизы, как вы можете видеть. Об этом вы были предупреждены много-много раз на нашем канале. Так что, надеюсь, что ничему не удивлены. И предупреждены, значит, вооружены. Вот, вас не должно ликвидировать на таких свечках, ребята. Ни в коем случае. Вы там, наоборот, можете еще больше добрать. Поэтому вот причина, по которой вам стоит быть подписанным на наш канал. И, кстати, еще одна бычая причина в пользу биткоина – то, что у нас уже 60 тысяч подписчиков, ребята, с вами на основном канале. Так что тренд тут явно бычий. И почти 30 тысяч подписчиков нас на втором канале 2.0. Так что, если вы еще на него не подписаны тоже, то подпишитесь на оба. Там мы делаем для вас переводы зарубежной аналитики. Вот. Ну и что тут скажешь? Короче, вот куда прямо сейчас пойдет рынок, никто вам не скажет. Мы можем еще дипануть сильнее и потом только пойти наверх. Но куда пойдет рынок глобально, я думаю, тут только слепой не видит, что рынок идет наверх. Поэтому как и по битку, так и по кефиру, и тем более по более недокупленным альткоинам, старым стопудовым монетам, мы идем наверх. Это очевидно. И знаете, что я заметил? Что последние вот эти дни, когда стреляли у нас Dash, Litecoin, что там еще? Bitcoin Cash начал стрелять. Вы заметили, что Polka Dot, Shiba Inu и все вот эти вот модные монеты, всякие Luna, которые уже дали по 1000 иксов, которые я вам показывал, они что-то как-то лагают позади. То есть я что думаю, что сейчас происходит такой момент, что прохайпили вот эти все новые монеты, загоняют туда народ сейчас по хаям, и на самом деле начнут пампить те монеты, которые они называют мусором. То есть моя стратегия, опять же, дисклеймер, не финансовый совет, если монету называют мусором, если говорят, что она скам, и никогда уже не перепишут all-time high, я покупаю. Вот, грубо говоря, вот так все. И наоборот, если все пророчат, что это To The Moon, и никогда уже не упадем, то я продаю. Вот, Bitcoin Cash, тоже посмотрите, хороший импульс, отбились. Очень показательные будут эти две недели сейчас, и по Market Cipher, и по всему-всему. Ну, если мы ломаем этот многолетний даунтренд, мы его уже как бы сломали официально вот здесь вот, да, то есть вышли из накопления наверх. Но если сейчас мы более глобальную вот эту нисходящую линию сопротивления пробиваем и делаем ее уже восходящей линией сопротивления, и после этого она становится поддержкой, вот тогда да, мы уже будем, конечно, на полпути, уже Bitcoin Cash будет стоить уже пару тысяч долларов, но мы будем уже подтвердим, скажем так, в подтверждении бычьего рынка. А пока это все как бы баланс вероятности, и ну вы можете покупать, и нет, еще не поздно покупать, я так скажу. Все, кто спрашивает, не поздно ли еще впрыгнуть. Ребят, впрыгнуть никогда не поздно. Тем более, вон, мы видим, что происходит с Basic Attention, как он неплохо пампится и мана. Все, кто интересуется, что с моими лонгами, не ликвиднуло ли их, нет, их, конечно же, не ликвиднуло, потому что я рассчитываю риски. Но я подсократил немного позиции на падение, забрал часть профитов на Bybit, на Femex все еще держу. Подсократил позиции на Poloniex и повыводил профиты на Ledger. Что я вам советую сделать, выводите на холодные кошельки или на аппаратные кошельки. Если у вас нет еще Ledger, то выводите хотя бы на холодные кошельки типа Exodus или Trust Wallet. Но если хотите заказать Ledger, закажите, вот тоже ссылка в описании, из Франции вам приедет новенький. И храните, конечно же, на кошельках большую часть монет. Это самый главный рецепт успеха. Ну а если хотите поторговать, не забудьте, что все лучшие биржи в описании, на которых сами торгуем. Никакого скама, все прекрасно. Прекрасные платформы отлично работают, с хорошими бонусами на депозит. Сейчас мы заканчиваем новый обзор по PrimeXBT. Он выйдет буквально уже вот на днях. Так что все вопросы, у кого есть по поводу этой биржи, тоже сможете для себя прояснить на них ответы. Ну и наши вот все Telegram канал, второй канал. Короче, все полезные ссылки, как всегда, под этим видео в описании. Вот. А я что могу сказать? Конечно же, не поздно никуда впрыгивать. BTC доминация, правда, что вот смотрите, сейчас сражается с вот этим вот low. И возможно, еще будет какой-то отскок перед пробитием. Но возможно, что и не будет. Возможно, что мы сразу сейчас чешем вниз. Соответственно, кто торгует альты к биткоину, ну я бы сейчас... Конечно, очень крутые точки входа. Пазару нет вообще. Посмотрите, вот на тот же Dash BTC, на тот же, я не знаю, Litecoin BTC. Любую пару. Откройте, вон Dash BTC. All-Time Low 2014 года. И хуже тут ничего не стало. Тут стала только лучше ситуация для тех, кто вот накапливает уже его весь год. И сейчас говорит, что это скам. Наоборот, смотрите, сейчас еще лучше цена. Это все равно в любом случае в какой-то момент очень сильный даст отстрел наверх. То же касается и... То же касается и Ripple. Посмотрите, Ripple BTC тоже находится в этом канале, в котором он накапливается очень-очень долго. У меня просто дежавю, ребят. Я вам все время одно и то же показываю, но это реально работает. Это та стратегия, которая работает. Посмотрите, мы очень долго опускаемся, тремся и потом вылетаем. Опускаемся, тремся и потом вылетаем. Так же было и с Dogecoin. Вот здесь по 20 Satoshi. Его никто брать не хотел. Все говорили, это скам, никому не нужная монета. Поэтому Altcoin и Bitcoin еще больше нам показывают то, что бычий рынок еще не закончен. Глобального FOMO еще не было. И вот эти все новости, что типа возможный дефолт Evergrande, это все вбросы, скорее всего, и по фондовому рынку, чтобы сейчас всех уже переобуть в шарты. И как следует сквизануть наверх перед действительно уже медвежьим рынком. Stellar BTC. То же самое, что и Ripple, хочу сказать. Посмотрите. Тоже многолетнее накопление, которое обязательно будет пробито. И мы сейчас прям тремся как раз у нижней границы этого канала. Покупай не хочу называется. Вот. Ну и опять же, диверсифицируйте портфель. Не держите все яйца в одной корзине. В целом, жду сейчас по всем рынкам очень сильный отстрел наверх. Такой, чтобы прям все, даже кто не верил никогда в крипту, в нее наконец-то поверили и искупили на хаях. Поэтому план игры не меняем. Биток летит на шестизначные. Эфир на пятизначные. Dash минимум на четырехзначные, но скорее всего на пятизначные тоже. И вот потом надо будет уже как раз не бояться, а фиксировать прибыль. И фиксировать прибыль нужно не пытаться угадать вот эту точную вершину. Ее никто вам никогда не угадает. А нужно фиксировать прибыль частями. То, о чем мы говорили с вами в прошлом видео. Поэтому вот, у меня расставлены лимитки. Да, я верю в Dash. А, ну по Dash, кстати, уже я снял. Да, я верю в эфир, в биток. Но это не мешает мне ставить краткосрочные спекулятивные тейк-профиты. Вот у меня по эфиру. А, это что, биток? По битку стоят тейк-профиты на 70, на 74, на 77, на 83, на 90 тысяч. Почему нет-то? Когда цена туда улетит, пускай у меня продастся часть позиции, правильно? Я заберу прибыль. Потом опять на следующей консолидации я могу рассмотреть уже повторный вход, если захочу. Опять же, убедившись в том, что это еще не медвежий рынок. Вот, но по эфиру то же самое, кстати. По эфиру точно такие же вот ведерки стоят на разгрузку, плавную разгрузку позиции. Но об этом у нас был стрим недавно на канале, так что вы все должны знать сами и помнить. Поэтому, ребят, если вы новенький, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментарии, что вы думаете по этому всему поводу. Мое мнение, что тузимун еще не закончен, даже близко. Но торговать нужно с холодной головой, диверсифицироваться по разным монетам и расставлять тейк-профиты сразу. Чтобы потом вот на таких коррекциях не говорить, эх, надо было, надо было, надо было. Кто-то писал, не послушал я гриню, взял профит, точнее послушал, а потом по хаям еще раз зашел. Что посмотрите, вот на таких свечках вас, чтобы не ликвидировало, понимаете? Наоборот, тут у вас должны стоять лимитки на вход, дополнительный вход в лонг по чуть-чуть. А здесь вы уже разгрузились. Вот и все, вот ваша трейдерская история. Внутри дня, внутри там недели. А инвесторская история, это, конечно, наверх. Это, конечно, наверх, ребята. Вот такие дела. С вами был Фла-ла-ла, он же Гринни. Это канал Крипто Комманс. Подписывайтесь. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»